В литературе существует догма. Если хочешь избавиться от жира, надо сделать так, чтобы ты этот жир использовал во время тренировки. Это неправильно? Это неправильно, потому что во время тренировок жир используется только внутримышечный. Поэтому избавиться с помощью таких примитивных представлений и думать, что так можно избавляться от жира, делая легкие силовые упражнения, и мол, от этого будет идти ли полис, и вы будете избавляться от жира, это абсолютно неверно. Многочасовая ходьба по дорожке ничего не даст? Ничего не даст. Всё даст следующее. Самые лучшие средства похудения – это силовая тренировка на самом деле. С помощью силовых упражнений мы выделяем в кровь гормоны. И гормон роста, и тестостерон, и, соответственно, инсулиноподобный фактор роста. Вот эти все гормоны очень любят присоединять к себе жировая ткань, и мало того ещё запускают внутрь себя инсулиноподобный фактор роста и тестостерон. И они там, эти гормоны, находятся целую неделю. Они, конечно, концентрация быстро падает, но всё-таки на целую неделю там находятся. И вот с помощью этих гормонов липолиз в жировой ткани усиливается, и жирная кислота начинает выходить в кровь. И дальше надо просто их использовать для того, чтобы жир не попал в какие-то другие части тела. Вот это главная идея. То есть просто регулярные силовые тренировки и ограничения по диете? То есть ограничения по диете, плюс ещё дополнительные аэробные тренировки. То есть сами по себе аэробные тренировки, они не дадут похудения. Но сочетание силовых упражнений и аэробных тренировок... А, то есть всё-таки дорожка нужна после силовой тренировки? Сначала в один из дней надо сделать силовую работу, а потом два дня ходить по дорожке. И будет хороший результат. Как тогда создать этот самый дефицит калорий? А зачем его создавать? Главное – сочетание силовых и аэробных упражнений. Там же этого сала нарастает на нём. И ты должен каждые 20 минут делать глоток сладкого напитка. И мозги будут нормально работать, работоспособность будет очень высокая. А потом, пожалуйста, занимайся своим голоданием. Никаких проблем. 100 грамм во время тренировки обязательно надо съесть. Это обязательно. Иначе это безграмотный вариант тренировочного процесса. Это просто законы физиологии, которые надо обязательно соблюдать. Кто-то их не соблюдает, издевается над собой, мучается. Можно ходьбу быстро, можно на велосипеде крутить, можно на грибном эргометре. Но если два часа отработать, то может быть 600 и даже до 1000 ккал уйдёт. И всё это видимо. Поэтому аэробная работа двухчасовая. Жир это будет потребляться, но внутри мышечный. А когда человек потом начнёт отдыхать, то тогда будет использоваться подкожный жир для того, чтобы восстановить запасы жира в мышцах. И тогда подкожный жир начинает уходить. И вот тут проблема диету организовать так, чтобы инсулин не стал выделяться и так далее.